приветствую всех друзья мы продолжаем наше обзорное путешествие по проекту evolution rp напомню что это новый проект располагается он на острове таноа в первой части мы уже посмотрели на какие-то уникальные штуки этого проекта посмотрели как собираются ресурсы посмотрели на систему лицензирования в этой игре она достаточно уникальная считаю ну теперь настало время продолжить ознакомление с этим островом с этим проектом мы поднакопили некое количество денежков и вот я пришел в магазин чтобы купить какие-то колеса себе на данном этапе я не буду акцентировать внимание на всем количестве автомобилей покрасок и тому подобное сейчас мне просто нужно действительно выбрать себе машину чтобы быть более мобильным более подробно какие здесь есть машины какие представлены какие есть разновидности я покажу отдельно сейчас же действительно нужно просто колеса потому что без машины очень тяжело хотя на острове есть каршеринговые машины но это сейчас мне будет не по карману ну и как вы поняли по карману мне только вот этот автомобильчик зеленая lada vesta я обещал вам показать как устроена почтовая служба в первой части я не знал что машинам почтовой службы не выдается взял посылку но к сожалению бегом посылки доставлять невозможно теперь я на своей машине подъезжая к той же вывески к организации ups и сейчас мы будем брать здесь посылку и доставлять их что посмотреть как это будет выглядеть ну а выглядит это следующим образом мы взаимодействуем с этой таблички как видите появляется у нас некая посылочка посылочка это будет у нас приклеена до того момента пока мы ее не доставим вот высветилась точка доставки но это не не последняя точка доставки не окончательно это просто обозначает локацию которую мы будем развозить посылки то есть мы едем просто в тот район и уже там когда мы туда приедем все поменяется нам выдаст выдаст новые три точки ну и пока мы едем нужную нам локацию покажут как вы наверное заметили слева у нас горит gps навигатор штатного gps навигатора армовского в игре просто нету его вырезали его поменяли на этот и все взаимодействия с дорогами надо проводить через вот этот вот встроенный в планшет gps навигатор хорошее это решением не знаю спорно но к этому надо привыкать ну вот мы подъехали на нужную локацию как видите . обозначение исчезла и после исчезновения вот этой первоначальной точки которая указывала на просто направлении нам выдается уже более адресная точка на которой уже и будет доставка нашей посылки едем на точку сами же вот эти вторичные адресные точки разбросаны не на большом расстоянии друг от друга но их будет три штуки далее же когда мы прибываем на уже непосредственно на адрес выполняется следующее действие меня это на самом деле удивило мы подходим на точку и просто бросаем коробку такого в армии я не видел никогда первый раз я в жизни вижу чтобы не надо было ни с чем взаимодействовать а просто бросаем коробку на землю все посылка доставлена обычно же армовская механика задействована так что тебе надо обязательно взаимодействовать с ботом с табличкой с триггером как угодно здесь же просто бросаем нашу посылку на землю все считается задание выполненным первый раз вот честно говорю первый раз такое вижу ну и вот мы подъезжаем уже на вторую точку и видите то же самое то есть нам сейчас надо выйти просто примерно вот там где горит вот эта беленькая штучка бросить коробку ну я не знаю насколько это ровно надо это делать поэтому я стараюсь прицелиться по точнее все видите доставлена коробка так и будет здесь лежать мы поедем а коробка остается здесь ну и после того как мы бросили второй заказ сразу же загорается метка третьего заказа третий адрес всего три адреса выдвигаемся на последний третий адрес мы можно заметить что я даже не включил навигатор потому что вот эти вот более адресные точки они расположены в очень близком расстоянии друг от друга и заметьте куда мы сейчас заставляем эту посылку то есть автор еще подошел с чувством юбора мы ее тащим в толчок ну и так как это последняя наша доставка я так понимаю что сейчас с нами должны рассчитаться да вот денежки пришли и как вы видите 3000 это за дальность поездки и всего 150 это курьерский ну за высчитан бензин например на 2 500 мы заработали вот такая вот здесь курьерская работа на самом деле мне понравилось ну и возвращаемся в автошколу потому как мы еще не сдали категорию c напомню что мы сдали b c1 а категорию c мы не сдали не было денег но сейчас мы их заработали подходим третьему компьютеру это как раз компьютер отвечающий за категорию c так как мы уже теорию сдали поэтому меня сразу же ты пешнул на так сказать практические занятия ну они ничем не отличаются от категории b или c1 просто тупо едем по триггерам главное не останавливаться не терять времени все единственное что на грузовике вот эта конечная точка сделана немножко так особенно что ли видите как расположены триггеры мы касаемся этого и ну по крайней мере я так сделал задом поехал на конечную точку я так думаю что так и было задумано все как бы мы сдали далее еще остается водный транспорт вертолеты и самолеты буду ли я сдавать честно сейчас не скажу это очень дорого смогу ли я нафармить не знаю вот чтоб нафармить я поехал получать лицензии лицензии здесь слава богу просто покупаются и все здесь экзамен сдавать не надо я возьму лицензию на песок и на дерево это как бы самые популярные наверное недорогие лицензии посмотрим как здесь выполнена работа что здесь можно заработать на этом ресурсе смысле на песке но я заранее предупреждаю что я поеду на легковушке на легковушке много не заработаешь я просто еду для того чтобы посмотреть и показать как это здесь сделано как это устроено можно ли там зарабатывать интересно ли вообще как устроена . ну и тому подобное ну естественно ехать на ресурс фармить что-то на машине у которой багажник меньше чем рюкзак ну наверно не стоит но и вот тут кстати на подъезде есть интересная штучка на первой части я говорил что достигнув пятого уровня прокачки можно будет подъезжать вот к такой дощечки с ней взаимодействовать и все фармить вам не надо машина наполнится автоматически но только после пятого уровня прокачки и насколько я понял такая дощечка стоит не на всех ресурсах но уж точно на плодово-овощных их нету но вот так вот выглядит добыча песка и все бы хорошо но анимация копания какая-то странная я не копаю а по моему хочу убить песок это анимация ближе к песчаному маньяку вот он приехал сюда и ненавидит песок на тебе песок получи песок но это все шутки но на самом деле анимация очень резкая некрасивая никакого отношения к копанию то в общем то и не имеет я конечно могу ошибаться мы по моему это армурское штатное движение удара ну в общем то и ладно я закончил убивать песок часть трупов песка я положил багажник часть трупов песка у меня в сумке ставим на навигаторе точку переработки ну и выдвигаемся туда повторюсь что здесь нет штатного gps все взаимодействия с дорогами через встроенный gps навигатор а этот gps навигатор хоть и выглядит симпатично работает пока не очень корректно работает он некорректно потому что на самой карте это нового нету мостов все мосты были добавлены и он к сожалению половину мостов не видит но остров находится на стадии бета-тестирования он обкатывается я думаю что ребята допилят и в общем то исправят эти мелкие недочеты ну и так тем не менее подъезжаем уже к точке переработки песка то есть переплавки песка в стекло ну и как у наверно успели заметить когда мы выезжали с песчаного карьера было еще светло но пока ехали нас застала ночь это потому что перегоны на этой карте от точки до точки очень большие ну давайте займемся переработкой я предупреждал что на этом проекте экономика очень сложная и как видите процесс переработки тоже не облегчает нам жизнь а чтобы процесс переработки стал быстрее нужно в планшете прокачивать пункт технолог но пока мы не достигли пятого уровня и не прокачали в планшете нужное направление технолога придется в таком медленном режиме этим заниматься но ничего не поделаешь пока радует только то что нету третьей ступени переработки здесь все по стандарту в два захода делается добываем перерабатываем все дальше же только продажа но еще должен сказать что по крайней мере для меня является таким успокаивающим фактором что несмотря конечно на этот долгий нудный процесс переработки процесс же сбора ресурсов полностью автоматизирован я вам скажу честно когда я зашел на триггер и нажал кнопку windows чтобы персонаж собирал песок меня даже в комнате не было я ушел наливать себе кофе поэтому ну одно как бы замене замещает другое но со временем и по степени прокачивания это станет в разы быстрее ну да и хватит на на болтать о переработке у меня заканчивается бензин и я помню еще заходя на новус там было прикольно сделано заправка давайте посмотрим может что-то не поменяли и они действительно поменяли и я не смогу даже вспомнить где на каком острове есть заправка через продавца в основном на всех проектах на всех островах ты взаимодействуешь напрямую с бензоколонкой даже не заходя в магазин не знаю хорошо или плохо но здесь сделали вот такое решение как продавать так и покупать бензин надо через продавца у каждой заправки есть свой владелец но об этом чуть чуть попозже вообще с заправками на этом проекте все очень сложно и очень интересно заправочные станции здесь не просто как остановка для того чтобы заправить машину это целый кластер бизнес развития для любого игрока заправки можно брать в аренду покупать топлива у поставщиков продавать топливо в розницу и еще куча мелочей все это доступно любому игроку но мы еще коснемся этой темы поподробнее сейчас мы приехали на точку продажи стекла самом начале я сказал что он такой машине ехать фармить то нет никакого смысла поэтому я уверен что и сумму сейчас у нас будет очень и очень смешные да и понятно у меня машине место меньше чем в рюкзаке поэтому ну я и не рассчитывал это просто на самом деле ознакомительная поездка просто чтобы посмотреть и увидеть как это все выполнено красиво некрасиво ну естественно заработать то здесь ничего не удалось поэтому я решил за кадром покататься по почтовой службе повозить посылочки и вот тут случился такой косяк если вы помните первое направление вам дается просто локация куда вы едете в определенный район а там уже раскидываются на три адреса вот я приехал в район и первый адрес который мне выкинула это на остров мало того что эта территория как видите не подконтрольная так еще и доставка на остров вот как туда добраться бог его знает на следующий день мне объяснили ребята что администрация уже в курсе этой проблемы и она в скором времени решится но я опять попал на деньги но что делать надо идти фармить я пошел фармить плоды заодно хотел вам показать смотрите я работаю и ковыряюсь планшете но вот где еще есть такая возможность мы пока наш персонаж ковыряется мы посмотрим на систему развития этого персонажа его смотрите есть три основных направления развития навыки фермера навыки бандита и основные навыки и какую бы табличку вы не открыли под ней вы увидите разветвленную сети всевозможных направлений и у каждого пункта в меню есть свое подменю состоящие из двух а то и трех направлений будучи когда-то на острове новос откуда в общем-то и пошла вот эта сборка меня и там удивляла их систему прокачки но то что сейчас ребята сделали это даже не система прокачки это какое-то целое битьеватое древо развития по-другому это и не назвать это не просто система прокачки посмотрите сколько подменю сколько всего здесь это ну просто уму непостижимо я не могу сказать хорошо это или плохо ну вот мне например как игроку это нравится но я честно вам скажу не знаю вот сколько надо провести времени на этом проекте чтобы прокачать все вот эти три направления от начала до конца будучи на новости я так и не смог играя там прокачать даже ту по сравнению с этой простую систему прокачки эту я вообще не знаю вот на самом деле реально ли вообще тут все дойти до конца открыть все подменю все меню блин ну в общем всю это древо все полностью пройти но как бы то ни было такая разветвленная система прокачки как минимум удивляет своей сложностью и уникальностью но пока я лазил в планшете показывал вам эту сложную систему прокачки мой персонаж работал работала зарабатывал вследствие чего у нас естественно появилась хоть и небольшая но денежка но раз денежка появилась то почему бы нам не поменять наш транспорт потому что ну на этой машине зарабатывать действительно невозможно она самая дешевая у нее практически отсутствует багажник на полном серьезе в рюкзак вылезает больше чем в эту машину поэтому будем искать что-нибудь посерьезнее за мной покажу вам какой здесь транспорт присутствует пока только из грузовиков до легкового транспорта доберемся чуть позже но пока мне нравится как выполнен магазин ничего такого необычного я не вижу но разбито на две колонки слева у нас транспорт покраска справа вся информация разве что бросается в глаза скудность ассортимента по большому счету все модели можно пересчитать на пальцах одной ноги видим что у нас присутствует зил камаз масс урал ну и пара иномарок в общем то и все ну да каждый из представленных моделей пестрит своей комплектацией если это зил бортовой зил кунг и тому подобное но это же все равно одна и та же модель это зил да много покрасок да есть интересные покраски от типа ретро покраска но все равно это же одна и та же машина да и какой-то красотой этот зил не выделяется моделька очень старенькая такая непривлекательная так скажем и вот кстати вспомнил на своих обзорах я все время бомблю на то что пока вы не получите права вы не увидите ассортимент магазина да на этом проекте вы можете вообще без прав любой магазин зайти и посмотреть ассортимент купить да вы не сможете но посмотреть любой летную технику водную технику или вот грузовики пожалуйста можете зайти и посмотреть но у нас по спишку пошли представители семейства камаз тоже огромное количество их но все равно это же все равно один и тот же камаз до комплектация всякая разная и тенты кумки борт и цистерна чего только нету но это камаз мы вообще да несмотря на этот огромный казалось бы список машин то на самом деле мало мы видим что представлен зил видим один крас сибирь видим камаз да и в общем то все еще две иномарки есть два мерседеса каких-то представлены или нет даже один мерседес просто две разные комплектации но микроавтобусы я не беру в расчет это начальный транспорт вот как я например сейчас на первой денежке куплю его сделал там может быть два-три рейса и все я его забуду и продам а вот еще кстати масс есть такой масс кстати появился еще на ноусе сам уже его перед сам вернее его закрытием я покупал там себе такой массы и что-то он мне не очень понравился я был им недоволен зато тогда до старом новости было и века вот и века мне очень нравился на так приятно вела себя на дороге и так у него была такая приятная раскачка но сейчас почему-то этой машины нету видимо по каким-то причинам ее решили удалить вообще на новости удаляли очень много машины удаляли зилы удаляли жуки вольцвагены ну надо сказать конечно по сравнению с тем что было ассортимент вырос ну наверное в три раза машин стало больше но вот представленные на миномарке это mercedes и всего в двух комплектациях это вот такое вот шаланда наверно назовем ее так ну естественно то же самое но только с цистерны цистерна такая аккуратненькая очень нравится и цвет этот голубой очень нравится ну да ладно мы посмотрели ассортимент теперь надо на чем-то остановиться и я наверное возьму самый дешевый потому что ну не то что потому что самый дешевый потому что у нее просто нет у денег мне хватает денег только на один вот этот первый автобус сейчас только остановимся на какой-нибудь покраске наверно возьмем к ним двойную покрасочку и все и будем его покупать вот такая покраска мне устроит ну и где там наш красавица да действительно симпатично сделано вот эта покрасочка такая двойная очень симпатично но к величайшему сожалению Больше чем на него полюбоваться Ничего мне с ним сделать не удастся А причиной тому является дурацкое дополнение Которое не позволяет мне взаимодействовать с этим автобусом Видите Я не знал что этот автобус из дополнения Вернее сейчас то я уже вспоминаю Что да такое было В дополнении там был автобус Один вертолет Какие то там еще прибамбасы Но я уже давно не заходил и забыл Беда вот еще в чем Помните я покупал одежду И должна была выскочить вот такая вот табличка Напоминающая мне что у меня нет этого дополнения Но здесь вот этой вот панелькой Закрыто это место где должна выскакивать табличка И естественно я этого не увидел Табличка то может и выскакивать Но вот эта вот менюшка ее закрывает Вот и получилось что так тяжело Доставшиеся мне деньги я потратил на машину Которую даже с места сдвинуть не могу А еще мне никак не уйти Потому что если сейчас кто-то придет Например купить машину То из-за меня он не сможет даже взаимодействовать Ему просто не продадут машину Потому что место выдачи занято Блин Ну да ладно Чего расстраиваться Мы же находимся на роли плей проекте Поэтому надо общаться с людьми Надо выходить из этого положения Ну а вот каким образом я выйду из этого положения Наверное мы посмотрим в следующей серии Еще много чего есть И хочется вам показать Но это будет уже в следующей части А на этом наверное у меня все Спасибо что посмотрели И всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому